В эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном Славянском Радио. 30 сентября 2015 года, среда, 9-й день месяца, божественного начала 7524 года от творения мира в Звездном Храме, шестица. Говорим мы о секретном назначении древних дольменов. Главный соведущий Вадим Чернобров очень интересно поведал нам о своих наблюдениях, несколько гипотез интересных и предположений высказал, заслуживающих, на мой взгляд, очень серьезного внимания. И мы переходим к вопросам, коих накопилось достаточно уже много в течение нашего сегодняшнего эфира. Я буду зачитывать с самого начала, даже начиная с тех вопросов, которые поступили до эфира к нам в редакцию. При помощи чата люди оставляли и через форму обратной связи писали вопросы. Так что не обессудьте, если что-то будет повторяться. Так что если вдруг что-то уже мы ответили, на что-то уже дали ответ, то просто будем их пропускать, может быть, с небольшими комментариями. Так, я думаю, будет правильно. Итак, вопрос самый первый, который поступил по дольменам от Сергея. Сколько дольменов удалось изучить, хотя бы внимательно рассмотреть за все время, сколько из них было не изучено, трудон доступных? Но это, скорее всего, вопрос к тебе, а не к тому, кого ты называл уже автора, который изучал дольмены. И там было, ты говорил, около 2300 дольменов изучено. По крайней мере, переписано. Сейчас я могу говорить о том, что мы посетили, наверное, около тысячи дольменов. У меня на страничке ВКонтакте вы найдете фотографии и координаты, ну, наверное, полусотни из них. Мы начали их вот таким образом подробно картировать и измерять только в последние годы. То есть, визуально изучили примерно тысячу, а подробно около сотни. Примерно так. Какова степень сохранности тех и других дольменов? Я сказал уже очень разная. От почти полного разрушения до, вот я сказал, что, ну, меньше, чем пальцев на одной руке, есть совсем целых дольменов. В основном это полуразрушенные дольмены, которые привели в негодность. То есть, напомню аналогию, чтобы оружие вывести из строя, достаточно там просверлить лишние отверстия. Вот в дольмене достаточно выломать одну стенку или разломать выходное отверстие, и можно бросать его, так сказать, за ненадобностью. Он уже безопасен. Были ли обнаружены какие-либо предметы, символы или знаки письма, позволяющие соотнести их с какой-либо культурой? Если были, не секрет, то пусть назовет дольмен или район. В дольменах находили много всего хорошего и разного, но в основном здесь я отсылаю интересующихся к музеям, к тому же к Геленджикскому, к Сочинскому. Здесь во всех дольменах, и в Краснодарском, и в Ростовском, я во всех городах посещаю музеи, и практически везде встречаю какую-то часть музейных экспонатов, то есть какой-то раздел почти обязательно сейчас посвящен дольменам, хотя еще там 20 лет назад ни в одном музее нашей страны о них, в общем, почти не говорилось. Вот, естественно, в первую очередь там говорится о том, что находили в дольменах, в основном это предметы быта, причем относительно недалекого прошлого. То есть напомню, по традиционным представлениям дольмены строили там 5000 лет назад, а предметы быта находят там тысячелетней давности или даже меньшей, что говорит о том, что дольменами интересовались не только наши с вами современники, не только мы с вами, но ничего удивительного. Homo sapiens, то есть человек разумный, человек любопытный, любопытным человек был всегда. И даже когда там на дворе было первое тысячелетие нашей эры, до нашей эры, человек все равно любопытство распирал, он все равно лез в дольмены, иногда использовал их в своих утилитарных целях. Это было всегда, подчеркиваю, и прекратили дольмены использовать в утилитарных целях буквально на нашей с вами памяти. То есть законы, регламентирующие отношение к дольменам как к древним памятникам, вышли буквально, вот они младше нас с вами, они буквально недавно вышли, а в прежние времена к ним можно было относиться как душе угодно. То есть я говорил, что их разбирали на мостовые, на туалеты, на сарай и прочее. А во время войны их часто использовали как блиндажи. Вот такие дольмены я встречал по Черноморскому побережью. К слову сказать, это очень хороший способ использования. Представляете, бронированные стенки, которые осколками, и даже не каждый снаряд еще пробьет стенки дольмена. Если туда можно зайти, то есть обычно можно, если там расширить выходное отверстие, то люди туда заходили и устраивались вполне комфортно. Единственное, что требовалось дополнить, чем дополняли такие дольмены, и делали еще одно отверстие под вытяжку, то есть печку ставили внутри дольмена, чтобы не так мокро и сыро было зимой. И, в общем, с успехом использовали. Так что, если археологи через еще тысячу лет покопаются в дольменах, они найдут там и предметы, относящиеся еще ко времен Великой Отечественной войны. Ну, понятное дело, найденные предметы внутри дольменов очень часто к самим дольменам не имеют никакого отношения, как вы поняли. Да, здесь мы об этом говорили, о том, что человек постоянно пытается использовать то, что находит на нашей земле, даже если он не знает для чего, они просто видятся ему вот это, он так и использует. И вот я обратил внимание, что некоторые дольмены, раз уж мы там в самом начале говорили про пирамиды, некоторые дольмены имеют связь с пирамидами, как ты уже сказал, но на первый взгляд кажется, пирамиды такие огромные, дольмены такие маленькие. Какая у них может быть связь? Это как раз технология, скорее всего, да? И здесь бросается... Это во-первых. А во-вторых, и те, и другие могут быть излучателями. Вспомним, что и в пирамидах на самом деле есть и резонаторы, и волноводы. То, что сейчас принято называть коридорами и комнатами царей, это, ну, пусть вас названия не смущают, названия-то современные. Названия давали те, кто, извините, дальше, чем рассматривать эти пирамиды в качестве захоронений. То есть, из названия следует комната царя, комната царицы. Из названия следует, что якобы там и цари-царицы были захоронены. Хотя ни в одной из пирамид захоронений нет. Но названия такие есть. А в переводе языка археологов на язык физиков-акустиков эти коридоры превращаются в волноводы, а комнаты цариц превращаются в резонаторы. Только, сами понимаете, резонаторы эти уже для других целей. Резонаторы имеют выходные отверстия, которые направлены не вдоль горизонта, навстречу наступающему потенциальному противнику, как в дольменах. Они направлены уже под углом к горизонту. Здесь уже вспомните структуру расположения, как выглядят пирамиды в разрезе. А вот для чего излучатели, которые направлены вверх под углом 45 градусов, ну или около того, к горизонту, то есть вверх в небо. Ну, сами понимаете, я сейчас не буду углубляться в эту сторону. Пусть фантазия у наших радиослушателей сама им подскажет, для чего это нужно было. Я напоминаю нашим радиослушатым, что у нас работает чат, из которого, в принципе, мы и принимаем вот эти все вопросы. Достаточно просто его найти. Заходите на Народное славянское радио, в любом поисковике его можно найти. И там ищите слово «чат». Дальше регистрируйтесь, буквально несколько секунд, и вы уже можете задавать вопросы, обмениваться мнениями. Еще там я заметил технологии одна, очень похожа на многих дольменов, встречается, когда вот эти вот какие-то барельефы выдавлены, как будто бы, или наоборот, наружу выступают. Вот как раз они находятся очень часто в египетских постройках, и вот здесь в дольменах тоже встречаются. И видно, что это принцип такой штукатуренный, когда часть барельефа отвалена, просто скол какой-то произошел, и видно, что вот это был какой-то вариант штукатурки до этого. То же самое есть и, как говорил, и в храмах различных, и рядом с пирамидами. То, что находят тоже, там отвалится кусочек, и под ним видно, что там или камень, или искусственный камень. А сверху была штукатурка нанесена с различными фигурками, или вдавленными, или там еще как-то сделанными. Ну что ж, давай дальше посмотрим. Так, Александр пишет. Добрый вечер, Вадим Александрович. В каких странах найдены дольмены? Список большой. Я в самом начале, хоть и не перечислял эти страны, их действительно очень много. Ну, наверное, около полусотни, как минимум. Но я оговорку сделал, что в этих странах дольмены другие. И чтобы не путать одно с другим, я зарубежные дольмены называю трилитами. А те, кто уже привык называть зарубежные трилиты дольменами, я тогда для них говорю, хорошо, если вы то называете дольменами, тогда наши кавказские дольмены называйте уж тогда кавказскими. Ну, с ударением на это слово. Чтобы мы понимали, что это разные вещи. Ну, если автор вопроса будет наставать, я коротко перечислю по памяти. В каких странах есть эти самые трилиты в английском понимании дольмены? Это Англия, Ирландия, Франция, Голландия, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Греция, Италия, Испания, Португалия, Болгария, Корсика, Сардиния, Мальта, Мальорка. Это только, я перечислил, европейские страны. Это куда мы хотим в конце этого года с ревизией этих самых дольменов заявиться. К слову сказать, если кто-то хочет нам составить компанию, пожалуйста, только предупреждаю, это не туристическая поездка. Придется полтора месяца побегать по этим дольменам, поползать, поизмерять рулеткой, ну и так далее. Есть дольмены в Азии, Иордания, Турция, Корея, Япония, Индия, в Африке, это Марокко, куда едем, это Сахара, имеется ввиду Сахара в разных странах, Нигерия, Алжир, Эфиопия, это Америка, Перу, Боливия. Ну, в общем, достаточно, наверное, для начала. Наверняка я не все еще перечислил. Когда ты говорил про оборонительные сооружения и про границы, то достаточно открыть карты Гранды Тартарии и посмотреть, какая была территория и какие области входили в эту Гранды Тартарии. Некоторые говорят, что это подделка, некоторые говорят, что это правда. Ну, подделка, не подделка, это другой разговор, но суть в том, что по некоторым картам видно, что границы проходили и по южному вот этому рубежу Черноморскому, и по горам, и некоторые даже границы были еще южнее и восточнее и так далее. Поэтому просто поинтересуйтесь, посмотрите, может быть, какие-то там пазлы в голове и сложатся. Так, пляшем дальше. Михаил, ты уже частично озвучил этот вопрос и даже дал ответы, но я просто пройдусь по нему. Значит, сколько сейчас из дольменов ответили? Когда из какой цели их построили, ты версию свою высказал. Когда строили, тоже дал рамочки такие четкие, временные. Или внутренний объем камеры, габариты, дольмены у всех одинаковые или разные? Вот тут, кстати, да, вопрос такой интересный. Если у них оборонительные свойства примерно одинаковые, то в этом случае какие-то и параметры должны быть одинаковые, хотя бы пропорциональные. Я повторюсь, что я уже сказал, но, может быть, не все уловили. В резонаторах главное не размеры, а соотношения. То есть, когда мы знаем длину волны, которую резонируем, а камера резонирующая должна быть кратна длине волны. Если волны разные, то, соответственно, размеры могут изменяться. Но в любом случае, если даже изменяются размеры этих камер, а они действительно разные. То есть, я упоминал, что единого стандарта в размерах нет. Есть очень маленькие дольмены, есть большие. То есть, они не в разы отличаются, но там на десятки процентов, скажем так. Не на сотни процентов, а на десятки. Но в одном они схожи. Это в соотношении между внутренним объемом и размером отверстия. То есть, чем больше это соотношение, всегда пропорционально. Пропорции соблюдаются. Ну, что, в общем, лишний раз говорит о единых технологических, я на этом настаиваю, стандартах. Хорошо. Следующий вопрос был от Михаила. Я полностью не буду зачитывать, потому что он пересекается с предыдущим вопросом. И он упоминает волконский дольмен. Что-то о нем знаешь, можешь сказать? Какой еще раз? Волконский. Дело в том, что названий устойчивых у дольменов редко можно встретить. Поэтому то, что он называет волконским, я могу знать под другим названием. Поэтому, если более точно, он меня целенаправленно укажет, о чем идет речь. Я, естественно, отвечу. На всякий случай скажу, очень широко известные, в кавычках, я это закавычиваю принципиально, очень широко известные названия дольменов. Там Тор, там Бог, там Дух и прочее. Есть десятки, десятки широко известных названий. Это не более, чем современные такие фольклорные новоделы. Я даже знаю, кто и с какой целью это делал, но в основном, конечно, для привлечения туристов. Поэтому название, сами понимаете, настоящее название, конечно, мы не знаем. Ну, так же, как и не знаем настоящее название очень многих древностей. Например, город Аркаим на самом деле в оригинале имел совсем другое название. Понятно, да. Это как бы понятное дело. Да, да, да. Дальше, Ярагор. Вадим, знаком ли вам Александр Саврасов, посвятивший изучению дольменов очень много времени и умевший входить в контакт с дольменами на уровне общения? Я многих исследователей знаю, многих заочно знаю, много знаю людей, которые утверждают, что входят в контакт с дольменами или посредством дольменов входят в контакт. Ну, вы знаете, единого мнения, единого стандарта, как использовать эти дольмены нет. Поэтому я бы поостерегся как бы вот за одну такую версию или за одну технологию, это не технология, это скорее искусство вхождения в контакт. Я бы не стал вот цепляться за нее и говорить, что это какая-то верная такая технология. Но в конце концов люди пробуют, кому-то что-то интересное приходит в голову, кому-то спорные вещи, кто-то очень спорные вещи в результате контакта рассказывает, кто-то откровенную чушь несет, а кто-то вполне интересные какие-то поводы для размышлений выкладывает. Поэтому я не буду всех под одну гребенку мести и утверждать, что это глупость. На мой взгляд, входить в контакт с бывшими дотами, конечно, для технарей это выглядит очень глупо. Но это примерно так же, как разговаривать с дотами или с чайниками или с автомобилями, с искусственными изделиями. Если кому-то нравится, он может поговорить с чайником. Ну и я догадываюсь, что люди, обладающие какими-то свойствами, используя какие-то предметы для того, чтобы включить свои свойства, для того, чтобы им было проще выйти в измененное состояние сознания, вполне могут использовать какие-то предметы для этого. Если кто-то использует трансформаторные будки для того, чтобы выйти на контакт, и если это ему помогает, да ради бога. Но считать, что трансформаторная будка с ним говорит, это было бы, на мой взгляд, несколько наивно. Поэтому я хочу, так сказать, расставить точки над «и». Я не исключаю, что человеку, в частности, про которого автор вопроса спрашивает, я не исключаю, что этому человеку удается что-то, так сказать, выяснить, выйти в измененное состояние, и каким-то образом выйти на новые какие-то уровни сознания, на какие-то базы данных, условно говоря. Это может быть. Я даже не исключаю, что для этого он может использовать в качестве такого резонатора, или в качестве фетиша, или вспомогательного устройства, называйте это талисмана, в конце концов. Можно использовать любой предмет. Нет, мы знаем, что большинство экстрасенсов, большинство шаманов и прочих людей, питающих, что обладают сверхъестественными способностями, используют для настройки те или иные предметы. У каждого может быть свой предмет. Если кто-то будет использовать в качестве такого предмета, там, дот, трансформаторную будку, или дольмен, в этом я не вижу ровным счетом ничего смешного, ну, или ничего такого постыдного. Если ему это помогает, ради бога, мы знаем об эффекте плацебо. Это научный эффект, научно доказанный. И если человек, употребляя таблетку плацебо, то есть буквально пустышку, получает какие-то способности к исцелению, то чего же здесь смешного или ненаучного? Для глупого человека это повод поржать, посмеяться. А для человека умного это повод задуматься о том, чего мы не знаем. То о том, что мы не все знаем с дольменами, это мягко выражаясь, не все, мы много чего не знаем, здесь, по-моему, ничего смешного нет. Поэтому я очень серьезно к этому отношусь. Хорошо, продолжаем дальше. Про дольмен, который находится в Москве, ты сказал, что да, знаешь. Если дальше, так это пропускаем, есть ли что-то известное про дольмен, колихо или колихо, как правильно произносить, ссылка здесь дается. Я попытаюсь сейчас найти по ссылке, о чем идет речь. О том, что названия разные, я уже сказал, поэтому... Но я думаю, что давай сейчас не будем тратить на время на поиск. Я увижу эту ссылку, я отвечу в конце. Хорошо. Так, дальше. Это ты уже ответил, пропускаем. Про дольмены, которые находятся в Кэштиме. Так, дальше. Дмитрий, Вадим, вознесли. Дольмены вблизи Варваровки. Сукко, Анапский район или места их расположения в прошлом. Мне кажется, там даже карта дольменов есть в районе Анапском. У меня на страничке вы некоторые карты найдете, прямо с координатами, с месторасположением. Но, разумеется, далеко не всех. Это так, для справки. Но для людей, интересующихся, даже этого хватит за глаза. Поэтому полюбопытствуйте, будет интересно. Дальше. Михаил, мне недавно рассказали такой интересный рассказ, который приключился в 1974 году в Средней Азии, в Узбекистане, недалеко от Навои. Молодой человек, проходя там службу, нашел дольмен с лазом, залез туда и не мог там долго находиться. Там было очень смрадно выворачивающее наизнанку запах. Хотя все внутри было чисто и нигде испражнений не было видно. Отсюда вопрос, Вадим, как долго может неприятный запах в таком сооружении быть? Понятно, что речь идет о замкнутом пространстве, где выветривание неприятных запахов бывает очень медленно. Но если допустить вероятность, что запахов в реальности не было, мы же не знаем, так это или не так, если был запах, то все просто. Человека выворачивало из-за неприятного запаха. Но я допускаю, осторожно, допускаю и другой вариант, что его выворачивало по другой причине. Я встречал такие примеры, когда человек забирался внутрь дольмена, а дальше начиналось выворачивание человека наизнанку. То есть ему становилось очень плохо. Там и запахи мерещились, и звуки мерещились, и тошнота горло прикатывала. В общем, человеку становилось настолько плохо, что он просто иногда выползал из последних сил. А иногда просто люди выходили, ощущая дискомфорт. То есть разные степени вот такого дискомфорта люди испытывали. В чем причина, как я думаю? Если речь идет о дольмени как о резонаторе, то резонатор, как мы понимаем, может резонировать разные длины волн, достаточно того, чтобы длина этих волн кратко совпадала с внутренними размерами, это во-первых. А во-вторых, если эти дольмины заточены под частоту неприятную для человека, а это частоты порядка, напомню, порядка 11 Гц, неслышимые для человека, то частоты близкие к этим, то есть это пусть будет не 11 Гц ровно, а близко к этому. Ну, например, я не хочу как бы военных секретов здесь разглашать, но, например, частоты порядка 7 Гц приводят к прединфарктным состояниям. То есть человек вроде бы без внешних каких-то таких опасностей, вроде бы никакой опасности нет, вроде бы никаких нет предрасположенностей у человека, но он будет испытывать настолько неприятные ощущения, что, в общем, для его же здоровья ему бы оттуда выйти побыстрее. А есть некоторые частоты, например, при которых расслабляется желудок, на некоторых частотах расслабляется кишечник. То есть если, не дай бог, как бы, не хочу так фантазировать, чтобы не получился казус с каким-то человеком, но если подобрать частоту излучения резонатора, близкую к частоте кишечника, то кончится этим практически неконтролируемым поносом, извините, как бы за вульгаризм. То есть будет очень неприятно. Поэтому, что конкретно в том или ином дальмении, что конкретно болело, или что вызывало дискомфорт у человека, мне трудно на расстоянии сказать, но уверен, как бы, что найдется такая частота, которая за это ответственна. Поскольку, напомню, человек находится внутри резонатора. Для того, чтобы у человека возникли, у человека, находящегося внутри резонатора, возникли неприятные ощущения, необходимо только еще одна компонента. Это источник звука. Если где-то рядом находится источник звука, даже не слышимый. Это может быть там пчела гудит в уголке этого дальмена. Это может быть там та же летучая мышь, которая не слышна. Это может, там, подземный источник под дальменом. Это может быть музыкальный инструмент за территорией дальмена. То есть, где-то там в деревне играет валынка, а вы залезете в это время в дальмен, так у вас голова разорвется от резонанса. Я не буду дальше, так сказать, фантазировать. Я знаю, как мне кажется, ответ на этот вопрос. Просто не хочу, так сказать, кому-то подсказывать достаточно эффективный способ, как над людьми издеваться. В общем, это, сами понимаете, оружие требует все-таки достаточно бережного отношения к нему, или с ним обращения. Понятно. Хорошо, давай дальше продолжим. Дмитрий, Вадим, измерение приборов чем-то отличается целых разрушенных когда-то, когда плитера сбросана у дальменов. Разумеется. И, в первую очередь, если мы говорим об измерениях акустического резонанса, то понятно, что не разрушены. То есть, целый резонатор совсем по-другому воспринимается, чем резонатор разрушенный. То есть, это примерно так же, как... Ну, слово резонатор, вспомните, у гитары есть резонатор свой. Вот вы его разрушите, и как будет гитара звучать? В разрушенном состоянии и в целом? Это, естественно, два совершенно разных состояния. Если говорить о других измерениях, практически во всех... Практически все приборы, по всем показателям, дальмены дают показания, близкие к фоновым. Там, например, по радиации, по магнитному полю, по другим показателям, у нас показания приборов ну, очень мало отличаются от фоновых. Единственное только... Да не единственное, конечно, есть некоторые зацепки, которые позволяют говорить о том, что в дальменах могли использоваться неакустические резонаторы. Вот этот вопрос, как бы, он еще не закрыт. А как и каким образом могли наводиться электромагнитные излучения внутри дальмена? Это, так сказать, вопрос очень интересный, но пока он, так сказать, более фантастичен, чем вопрос с акустическим резонатором. Но в качестве такого маленького штрешка, который я не хочу развивать дальше, потому что, а, это пока еще плохо исследовано, и, б, это гораздо страшнее, чем электромагнитное оружие, чем акустическое оружие. Электромагнитное гораздо страшнее. Хотя бы потому, что оно... от него сложнее защититься, чем от акустического воздействия. Так вот, некоторые дальмены, подчеркиваю, не все, а некоторые, сделаны из кварца, который, как и пьезоэлементы, внутри которого происходят микроразряды во время их механического воздействия на них. Ну, например, когда под воздействием солнца искривляется плита дальменная, то внутри некоторых дальменных плит происходят микроразряды, которые, конечно, молнии из-под крышки дальменов не хлещут, и разрядов каких-то короткого замыкания и удара током вы не испытаете. Но микроразряды там будут. И случайно ли это? То есть, это получилось случайно, как побочный эффект, и строители дальменов к этому не стремились. Или же этот эффект используется, и каким-то образом в резонансной камере увеличивается, и каким-то образом перенаправляется. Вот это вопрос весьма-весьма интересный. И он требует дальнейшего исследования. Подчеркиваю, это исследование еще в самом разгаре, и я не готов какие-то далеко идущие выводы делать. Но я думаю, что вот этот резонансный эффект, пьезоэффект, точнее, возникновение микроразрядов внутри больших мегалитов, он все-таки имеет место быть, по крайней мере, если не в дальменах, то в других, в некоторых других больших мегалитах. Но мы сейчас в своем разговоре говорили, сконцентрировались только на дальменах, а на других мегалитах я не касался. А таковых, как вы догадываетесь, достаточно много. Есть классы дальменов Менгиры, есть классы пригоризонтные обсерватории типа Стоунхинджев, есть массивные излучатели, резонаторы типа египетских пирамид или подземной шахты у нас в Кабардино-Балкарии. Там ведь тоже стенки вполне можно назвать волноводами, а внутренность – это большой резонатор размерами под 40 метров, то есть это гигантский резонатор. Только в отличие от резонаторов дальменов, я уже сравнивал дальмены-резонаторы с резонаторами египетскими пирамидами, говорил, что дальмены резонируют горизонтально направленные их излучения. Излучение пирамид примерно под 45 градусов направлено, а наша шахта в Кабардино-Балкарии там направлена, ее в зенит. Ну, соответственно, я понимаю, что это разные назначения, видимо, разные типы. Ну, в общем, у нас есть здесь простор для исследований, простор для использования самых разных версий, гипотез, и пьезоэффект, и вот микротоки в мегалитах – это пока, так сказать, еще очень и очень недоисследованный момент, как и многие другие. То есть, по-многому эти устройства, эти технологические изделия для нас еще такой черный ящик своеобразный. Ну, в общем, есть что исследовать, над чем размышлять, о чем говорить. Дальше, Вячеслав, вопрос Вадиму. Дальмены строили 12 тысяч лет назад карлики-рецикюли, так написано, карлики-рецикюли, типа каштинского карлика. Алешеньки, пришельцы со звезд, считает ли он эту причину веской? Ну, я догадываюсь, что Вячеслав не обделен чувством юмора, и, скорее всего, он либо провоцирует на шутку, либо сам шутит. Но, что называется, в каждой шутке, наверное, есть доля не шутки. Поэтому я не сильно спорю, когда слышу версии о том, что это строили не люди, а вот дальше, что называется, фантазия, что вам позволит, это строили гиганты, которым несложно такими плитами ворочать, или это строили карлики. Для меня это, честно говоря, не принципиально, потому что я понимаю, вопрос с карликами, и вообще вопрос с размером строителей, здесь второстепенен, потому что это не жилье для строителей. То есть, внутри этих дольменов, равно как и внутри других резонаторов, внутри великих пирамид, или внутри шахты искусственной в Кабардино-Балкарии, не предусматривалось проживание или даже нахождение живых существ. То есть, отсюда вывод, да нам все равно, кто строил, гиганты или карлики, или люди примерно такой же комплекции, как мы с вами. Потому что, наверняка строили, извините, не руками ворочали эти камни. Ну, сами понимаете, если кто-то добился, если кто-то знает такие высокие технологии, то уж точно он, извините, не дикарь с дубиной, и эти камни не таскает. Наверняка у него есть какие-то приспособления, или техника, или там иные секреты, которые позволяют ему грубую физическую силу не применять. Отсюда вывод. Этот вывод нас освобождает от необходимости считать, что эти существа либо должны быть гигантами с мощными бицепсами, либо карликами, чтобы залезать внутрь этих самых дольменов. Да не нужно ни того, ни другого. Поэтому построить могли как одни, так и другие. Я, если честно, не знаю, кто строил портретов своих, они внутри дольменов, не оставили, как вы понимаете. И оставлять, если честно, не нужно было. Потому что они внутри изделий не оставляют ни надписей, ни рисунков, ничего. Точно так же, как мы не оставляем надписей внутри орудийных стволов или внутри воздуховодов. Потому что нам никогда не приведет в голову, что кто-то туда залезет внутрь и прочитает. Понимаете? Там речь идет о пространствах, куда не предусматривалось нахождение людей. Поэтому и надписи там, и никаких рисунков там, соответственно, обнаружить не представляется возможным. Разве что их оставляют более поздние посетители. Ну, здесь был Вася, например. Говоря, как один из известных героев одного фильма говорил, строить тольмены это тебе мелочь по карманам тырить. Короче, здесь очень серьезные технологии, о которых мы говорим. И правильно сказал Вадим, что если вот сейчас современный человек строит небоскреб, то отношения человека к небоскребу очень незначительные, очень маленькие. Но при этом он может построить небоскреб. есть технологии, которые позволяют строить в разы больше и в разы меньше, чем сам человек или какая-то часть человека. Поэтому я согласен в данном случае с тобой, что не обязательно быть карликом, чтобы строить дольмен с маленькой дырочкой, не обязательно быть здоровенным, чтобы строить и тягать такие плиты. Так, дальше давай посмотрим. А, кстати, вот когда я говорил про, ты сказал, что нет никаких там рисунков, вот на некоторых дольменов я встречал не рисунки, а какие-то, хотя, может быть, рисунками это можно назвать. Какие-то узоры, да. Может быть, знаешь, помнишь, мне напрашивается пятый элемент, когда на каждом камне были свои узоры. Вот это вода, это воздух, это огонь, это земля. Может быть, здесь та же аналогия может просматриваться. Этот дольмен, например, вот таким свойствами обладал, этот вот такими свойствами, этот вот такими свойствами. Мне нравится эта аналогия, я согласен. Но я еще одну аналогию приведу, чтобы было понятно, что не все узоры нам следует рассматривать под лупой, ну, искать в них какой-то страшно потаенный смысл, ну, какой-то очень-очень важный. Мы знаем, что человеку свойственно украшать свое оружие. Там, кинжалы, ружья, даже автоматы Калашникова, там, во время войны люди так или иначе, там, узорами, там, ножом корябают ствол, приклады, там, что-то выцарапывают. Ну, свойственно человеческому естеству украшать свое оружие. Поэтому удивительно ли, если оружие под названием дольмен, кто-то украсил, ну, некоторые из этих дольмена, подчеркиваю, не все, кто-то успел украсить узорами. Почему бы и нет? Но, наверное, может быть, какие-то узоры можно расшифровать. Я пробовал, пока не получается. Ну, пробуйте, может, у кого-то получится. Но, скорее всего, их можно, смысл в них не больше, чем в узорах, которые рисуют на прикладах охотничьих ружей. Какой-то смысл в этих узорах есть, но он не суперглобальный. Ну, понятно, да, понятно, что можно присмотреться, может, какое-то там и будет какое-то интересное послание, а может быть, это просто, как ты говоришь, ну, разукрасили, потому что так хотелось человеку, который его строил, или существу, который его строил. Давай на этом не будем сейчас заострять внимание, перейдем к следующему вопросу, потому что вопросов много, а мы еще на много не ответили, а время-то уходит. Далее Михаил приводит толковый этимологический словарь, и он там пишет о том, что дольмены ставились в местах выхода разных потоков энергии, в местах силы, есть места с положительной, есть отрицательной энергии, и они применялись для лечения животных, людей, дольмены с отрицательной энергии помещали для заживления ран, чтобы не было нагноения, рана быстро затягивалась, после помещения дольмены с положительной энергией быстрого выздоровления происходило, ну, принцип живая-мертая вода, просто так здоровые люди не лазили, каждый дольмен настроен на природную болезнь, но здесь надо отмечать, что и не любой человек в дольмены залезет, так что эта версия довольно-таки, так мне кажется, притянутая. Ну, я еще могу список, который Михаил привел, я могу его продолжить, еще столько, еще полсуток. Но тогда нам не хватит времени на другие вопросы. Я еще напомню с иронией, в некоторые дольмены сейчас за деньги приглашают, чтобы зачатие было хорошим, ну и так далее. В общем, фантазия человеческая безгранична, я догадываюсь так осторожно, если наше поколение, в смысле, наша цивилизация вымрет, то следующее поколение другой цивилизации, когда наши доты будут раскапывать, или, например, трансформаторные будки будут встречать в разрушенных городах, они будут говорить, для чего строили эти дикие люди эти будки. Ну, конечно, для зачатия детей, а еще они туда заползали получать информацию, а еще они заползали, чтобы лечиться, чтобы вступать в контакт с космическим абсолютом, ну и далее по списку, в общем. Хорошо, что с животом беременная женщина не залезет туда, чтобы родить, а так бы еще и рожали там. Хорошо, давай дальше. Сергей задает вопрос. Банальная версия, если учесть наличие пробок к некоторым дольменам, назначение становится очевидным, но это реплика, скорее всего. Дальше, Дмитрий. Вадим, причина настроиться на поток силы в точке матери-земли, по своему опыту, даже в разрушенном дольмене сознание опускается в сердце. Ну вот такая версия интересная. Еще раз, не будем с человеком спорить, если ему это помогает, что называется, не наше дело его в этом разубеждать. Конечно, ведь каждый в этой жизни что-то находит свое для себя, почему мы должны кого-то в чем-то упрекать или в чем-то разубеждать. Если человеку это помогает, то хорошо. Очень много людей, у меня знакомых, которые ездят туда на дольмен и проводят какие-то обряды даже. Причем, когда они сейчас спрашивают, ну расскажи, что там было, ну вот сам приезжай, увидишь. То есть, какую-то тайну даже делают из этого. Ну, им нравится, они там проводят месяцами, и все здорово. Хорошие, добрые люди. И мне радостно с ними общаться. Так, Я извиняюсь за такую реплику. Я, когда на ВДНХ или возле ракет, или возле высокотехнологичных самолетов рядом прохожу, я тоже испытываю определенный экстаз. Вхожу, ну, если так вот продолжить эту мысль, вхожу в какое-то состояние особенное. Поэтому мне это нравится. Если кому-то помогает и нравится вот вид дольменов, я абсолютно ничего против иметь не буду. Ну, с своей стороны, я еще тоже такой камешек защиту брошу. Ведь многие экстрасенсы настраиваются на какие-то события через предметы, которые они получают в руки. Известен такой факт, да? Дайте мне какую-то вещь, там, человеку, я о нем все расскажу. Получают вещи, и как пошел чесать. То есть, на канал настроился и так далее. Если эти сооружения не такие простые, как может показаться кому-то на первый взгляд, то, значит, их строили какие-то непростые люди. А это означает, что и следы энергетические там тоже остались. А это означает, что через эти предметы можно, думая, что ты находишься в контакте с этим предметом, на самом деле ты можешь находиться в контакте с теми, кто это делал. Почему бы это не предположить? Ведь экстрасенсорика, она, ну, присутствует у многих людей. И через эти предметы, эти сооружения можно настраиваться на какие-то каналы, там, что-то получать. Так что я нисколько не склонен, чтобы над кем-то смеяться и пальцем тыкать. Если этого не чувствуют, это не означает, что другой не чувствует или что этого нет. Правильно? Так что давайте эту тему мы проходим. Дальше. Аркуенон пишет. Распространенная ошибка современных исследователей переносить современные взгляды и заблуждения на объекты древности. Но ведь полная чушь таскать мешки с цементом в горы. Нужно выходить из заграниченности цивилизации и воспринимать мир более широко и полноценно. Это когда, видимо, мы говорили про то, что дольмены, одна из версий дольмены это цементные постройки или искусственный камень, который сейчас известен под названием полимербетон, который многие не могут отличить от настоящего камня уже сейчас. Ну, к слову сказать, я в целом-то я разделяю взгляд человека, который призывает выходить за рамки современных представлений. Собственно говоря, я и стремлюсь это сделать. И если вы заметили, я как раз и в данном случае, и в других эпизодах, я как раз от традиционалистских точек зрения и ухожу. И самая традиционалистская версия как раз не в такой, не в иронии с мешком цемента. Мешок цемента, это, к слову сказать, еще цветочки. Ведь традиционные историки утверждают, что плиты переносили на руках. А согласитесь, мешок с цементом, это действительно выход из положения. Это гораздо проще, чем целую плиту. Но в любом случае, я выступаю за то, чтобы наши современные взгляды, мы действительно не переносили на взгляды своих предшественников. Но в первую очередь, как раз, я критиковал традиционные взгляды, говорящие о том, что все, что непонятно в действиях наших предков, предки означают, что предки это делали для ритуальных целей. Вот это как раз и есть самая главная такая традиционалистская точка зрения. Вот ее, я надеюсь, мы с вами, кстати, рассмотрели. Ну да, 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 хорошо. В полной мере. Просто, чтобы время еще не тратить, я зачитываю вопросы, на которые уже какие-то дальние были ответы, может быть, стоит что-то точить, может быть, нет. Вот Вячеслав уточняет еще раз про адыгейские дольмены, что местные адыги рассказывают, опять же, версию, предание о том, что вот эти самые карлики, рецикюлеи, строили прилетели с дальних звезд. Вот он ссылку тоже дает где-то. Ну, мне кажется, ты уже подробно высказался об этом, так что не будем тратить на это время. Тот, кто был в чате, по этой ссылке мог перейти, а кто не был в чате, те пускай завидуют тем, кто был в чате. И в следующий раз заходят и по ссылкам переходят и читают и смотрят. Дальше, Вячеслав, вопрос к Вадиму. Какое оружие использовалось в дотах и дальменах? Но главный вопрос, как туда залез стрелок с этим оружием, если дырки в них очень узкие? Значит, стрелкам были карлики. Но опять возвращаемся к версии Алешники. Ну, два слова. Надеюсь, те, кто слушал, полностью поняли, что стрелки внутрь дольменов не залазили. То есть, оружие, о котором идет речь, если это акустическое оружие или это электромагнитное оружие, оно не требует наличия стрелка. Достаточно того, чтобы стрелок, ну, или обслуживающий персонал, назовем это так, подошел к дольмену, вынул пробку и отошел в сторону. То есть, запустил внутренние процессы внутри дольмена, там, резонирующее устройство, будет работать без стрелка. И, кстати говоря, нахождение там человека в этот момент будет весьма-весьма печальным для Онова. Ну, вспомним здесь рассказы, которые слушатели задавали. Человек залез внутрь дольмена, ему стало плохо. Вот представьте себе, что если во время этого резонирующего эффекта внутрь залезет стрелок, ему будет никак не лучше, чем те враги, против которого это оружие используется. Поэтому, уже поэтому туда залезать не надо. Да, я еще хочу сказать. Вот современные технологии подразумевают что? Что вы можете, находясь в нескольких метрах или километрах от своего оружия, управлять им известные беспилотные космические корабли, как они взлетают, как они садятся самостоятельно. Есть роботы-манипуляторы, которыми вы можете управлять или проводами, или по радиосигналу. Есть оружие, которое через компьютер вы управляете, на мониторе видите своих рогов, нацеливаете, как в игрушку, как будто вы играете. Так что это все известно сейчас. Вопрос. Если сейчас наша цивилизация ступает по своим возможностям тем цивилизациям, то неужели у них не было таких же способов управления своим оружием или какими-то еще средствами защиты или наблюдения, которые сейчас там вообще недоступны. Поэтому, если уж мы говорим о том, что та цивилизация была намного более разумна, более сильна в технологической точке зрения, чем наша, то в этом случае говорить о том, что управлять оружием должен стрелок, который там находится, это не совсем правильно, на мой взгляд. Давай дальше. Совсем неправильно. Слово, не без гордости, танк «Армата», это новинка этого года, вспомните, это первый в истории танк с непилотируемой башней, то есть с башней, внутри которого нет стрелка. Ну так, по аналогии. Представляете, 100 лет развития танком и только спустя 100 лет у нас появился танк внутри башни которого нет человека. Так что, если внутри дота, дольмена, нет стрелка, это скорее действительно говорит о высоком уровне вот этой цивилизации. Действительно. Хорошо. Дальше как раз вопрос по здоровью, Вячеслав. Вопрос, Вадим, когда я был на Кавказе, залез в дольмен и играл там на Варгане, интересный подход, мне нравится такой творческий, у меня голова кругом пошла и круги перед глазами появились. А это было в темноте, внутри дольмена. Как он считает, почему это произошло? Произошло по той же самой причине, по которой мы разбирали историю с человеком в Наваи. Насколько я помню, именно там история с плохим, как показалось человеку, запахом появилась в внутренней дольмена. Та же самая история. Если Варган или другой излучатель нащупал неприятные частоты какие-то, и эти частоты вошли в резонанс со стенками дольмена, под которые он был заточен, то дальше, что называется, дальше читай инструкцию. Инструкция к любому оружию прилагается. И в любой инструкции всегда указывается, чего не надо делать. Рядом с оружием или внутри оружия. Если вы залезли внутрь башни танка, чтобы почистить оружие, то не надо нажимать на все кнопки подряд. Вот теперь, переходя к дольменам, если вы залезли в дольмен, и какую-то музыку или какой-то источник звука запустили, то, не дай бог, частоты или получастоты, или четверть частоты той музыки, которую вы транслируете, не дай бог, они будут опасны для вашего здоровья. Да мало того, хорошо, что еще никого не убил, если вдруг этот домен бы сработал наружу. Представляешь, там проходит тут, бабах тебя волной, брык, и все, и копыта бросил. Представляете, а потом туристы рассказывают, я иду возле дольмена, никого не трогаю, и вдруг, представляете, я, видимо, испытал там воздействие какое-то, вошел в контакт с дольменом, мне оттуда такая волна нахлынула, там что-то, а просто напрочь человек сидел там, но в органе играл, никого не трогал. Ну, хорошо, ладно, в общем, поняли, что если мы в чем-то не уверены, то лучше все-таки вот не заниматься такой самодеятельностью, самодеятельностью или развитием художественного вкуса, там, игры на органе, инструментах, заниматься все-таки не там, а где-нибудь в более безопасном месте, тем более, исходя из той версии, которой вот Вадим нам сегодня поведал. Хорошо, давайте дальше. Аркуинон, почему не рассматривают версию о том, что на какая здесь выхода врата, в другой мир, то есть в иномире, как в древности говорили. Возможно, дольмены для какой-то надобности были нужны именно в этом регионе, например, как ретрансляторе точки привязки по координатам или переходные шлюзы между измерениями вариантов множества. Кстати, вот да, в некоторых древних писаниях там можно как раз найти упоминание о между мире, которое находилось в том числе и в месте, которое сейчас называется Кавказом. Есть даже упоминание о том, что оно было завалено горами кавказскими для того, чтобы вот эти темные сущности оттуда не лезли. Может быть, как раз вот от этих сущностей там, и как Аркуинон пишет, были вот такие защиты, стояли в виде вот этих вот дольменов? Если все-таки мы согласимся на версии, что дольмены – это защита, значит, мы должны подумать о том, что они защищают. Ну, то есть, внутри вот этой защищаемой территории или защищаемого периметра действительно должно находиться что-то ценное. Ну, естественно, правильный ответ я не знаю. Из этого следует, что вполне может быть и то, о чем говорил вот автор этого вопроса. Но, пусть автор вопроса, я не буду отвечать на него конкретно, позвольте мне это не делать сейчас, но пусть автор вопроса вспомнит, о чем я говорил 10 минут назад, я говорил, например, о том, что есть излучатель в Кабардино-Балкарии, который мы исследуем уже 8 лет, вот эта вертикальная подземная пещера-шахта, она длиной, это излучатель, длиной высотой порядка 100 метров. У нее один резонатор только, она внутренняя камера размером порядка 40 метров. И напомню, излучатель направлен вертикально вверх. А на этом месте я могу поставить многозначительную точку и дальше, что называется, думайте сами. Хорошая точка. Давай дальше туда будем разбираться. Так, с этим вопросом покончено. Следующий. Вячеслав, вопрос с Вадимом. Среди дольменов и Даги есть особенно интересные. В 1982 году под руководством петербургского археолога Резепкина был исследован дольменный комплекс в Рочище-Клады. Так, это Майковский район. Кстати, на карте он хорошо виден. Это уже мое дополнение. И в комплексе был обнаружен уникальный дольмен. На его стенах были изображены лук, колчан, щит, геометрические фигуры и силуэт человека. Вопрос такой, может, вопрос такой, может, дольмены это просто хранилище оружия и продовольствия в пресной воды, а дольмены это холодильники и склады на побережье моря для отправки на кораблях, или это просто военные склады? Каково его мнение по этому поводу, по этому предложению? Ну, длинный перечень того, что люди придумали, для чего дольмены могли быть, мы уже приводили, но над некоторыми версиями, что называется, можно голову поломать, годится это или не годится, но некоторые версии, на мой взгляд, простые, ну, потому что, извините, их просто опровергнуть. Ну, во-первых, склады для перегрузки на корабли не годится, потому что многие далеко, большинство точнее, огромное большинство очень далеко от воды. Да и вообще, в качестве складов, неважно, что оружие там хранить, или там зерно, или еще что-то, честно говоря, это очень нерационально. Ну, тот, кто видел эти дольмены, согласится. Во-первых, дырка маленькая, ну что, нам карликов или детей использовать на разгрузке, погрузке. Ну, как-то, в общем, я по-другому представляю себе и склады, и все прочее. Ну да, горшочек еще можно засунуть, а вот зерном, например, туда мешок не засунешь, насыпать неудобно, выгребать тоже, он находится низко, вот этот вход, поэтому, ну сколько ты зерна там можешь набросать? Если сверху забрасываешь, то это одно дело, какой-то элеватор, сверху загрузка идет, а снизу выгрузка. Но наверху-то дырочки нет для того, чтобы загружать, только для выгрузки получается. Так что, как-то вот. Ну, в общем, Кому интересно на древних раскопках, посмотрите, как выглядят склады. На том же упоминаемой мною Тайнаисе, вы, когда будете там, я очень рекомендую, как бы так, ненавязчиво, посмотрите древний город. И все, что осталось от этого города, так между нами говоря, ну я уже говорил, что его разворовали, все верхние постройки разворовали местные крестьяне. А остались в основном склады, то есть подвалы. Вот как выглядят подвалы, те же склады, вы можете увидеть во всей своей красе. Так что, рекомендую. Хорошо. Хорошая рекомендация. Дальше, Вячеслав, следующий вопрос пишет про гипотезу Александра Петухова, по которой следует, что пирамиды, которые известны вдоль экватора, египетские, в Латинской Америке, Бальберский комплекс, были построены около экватора для того, чтобы энергетическими установками сбивать неприятельские корабли, которые заходят для удара на землю. Вот. И дольмены, это как раз могли быть генераторами в разных местах, которые питали по какому-то неизвестному нам каналу основные сооружения на экваторе. Ну, естественно, я знаю теорию Петухова, это немножко вольная трактовка его теории, но... Ну, я еще немножко упростил сам, когда читал, чтобы поменьше... Я даже догадываюсь, что и автор вопроса немножко упростил, но даже я не хочу в заочную дискуссию с Петуховым вступать, не только потому, что я уважаю его как исследователя, но еще и потому, что эту версию он выдвигал достаточно давно, а вещи или предмет, о котором мы сейчас говорим, это дисциплина, эти исследования достаточно динамичные, то есть мнения о назначении тех или иных мегалитических построек изменяются буквально на наших глазах, то есть еще лет там 5-10 назад я бы не наставил на той версии, которую сейчас излагаю и соответственно любое научное исследование оно динамично, оно изменяется на под влиянием вновь поступающих фактов, поскольку факты новые приходят, поскольку я уже неоднократно акцентировал внимание на том, что мы вновь собираемся там в очередной 110-й какой-нибудь там раз в экспедицию, это говорит о том, что я еще не успокоился в этом вопросе, в расследовании этого вопроса, поэтому для меня любое исследование, любая версия никогда не является каким-то какой-то застывшей догмой, требующей безукоризненной веры и почитания, и соответственно и к любой чужой версии в том числе и к версии гипотезы Петухова я отношусь так же, любую версию надо и нужно уточнять, поэтому если сейчас уточняется версия с дольменами, наверняка еще 10 раз уточнится версия, озвученная версия с назначением мегалитических построек, может быть истина в реальности будет совсем другой, не такой, который там таллинная версия звучит, мы еще многого-многого не знаем, именно для этого нужно поменьше нам как бы почивать на лаврах нашего самомнения, утверждая, что мы теперь уже разобрались во всем. Вот здесь Вячеслав пишет вопрос Вадиму, я видел на Кавказе пробки для дольменов с резьбой, видимо, их закручивали в дольменную дырку, для чего резьба на пробке предохранителях? Вполне может быть и так, принципиальной разницы я не вижу, закручивать пробку или вставлять и в том и в другом случае она будет как предохранитель работать. Подчеркиваю, я здесь принципиальной разницы не вижу, поэтому почему бы и нет? Ты знаешь, меня несколько вот так не вдохновляет версия с генератором в виде летучей мыши и с пробкой для того, чтобы затыкать работу дольмена. Ведь если мы говорим о более высоких технологиях, то в этом случае, наверное, всегда найдется более простое решение, которое не будет зависеть от живучести мыши той же самой, от ее потребности поспать днем и полетать ночью, покормиться и так далее. Не будет зависимо от сезона размножения, но все с этим связано. И в то же время пробка. Ведь если два мужичка будут бегать, началась война, а два мужичка бегают для того, чтобы выкрутить пробку или вытащить ее, она там, не дай бог, застряла, то это как-то не совсем технологично выглядит. Проще кнопочку нажать и оборудование начало работать. Кнопочку нажал, оборудование не работает. Тем более, что если мы говорим о таких высоких технологиях, то это оборудование может быть как видимое, так и невидимое. Оно может каким-то образом скрываться и в стенах, и во всем остальных. Как вот, например, есть излучатели современные, пьезы какие-то, да, они могут, например, вдоль стены находиться, и при этом человек не чувствует, не ощущает ничего, но сам звук от стены идет, который он может и не слышать. Это первое. А второе, что, например, инфра, страшилки какие-то, инфроизлучатели, которые устрашают человека, наводят на него ужас, такое оружие я слышал. Вот про ультразвуковые как-то я не слышал. Больше все-таки ультразвуковое, это уже связано с тем, чтобы уничтожить кого-то, а инфра – это напугать. Поэтому здесь может быть пьезо, это если вот вариант пьезо рассматривали, о котором я говорил, то тут подходит и те элементы, о которых ты говорил, это пьезоэлементы, это вот вылетело с головы на основе чего сейчас делаются. Ну, понятно. Зажигалки делаются. Да, зажигалки, вот как раз из такого материала могут быть эти сделаны, например, внутренняя какая-то там, стена внутренняя, одна, вторая, треть, четвертая, и там происходит аккумуляция. Не зря, поэтому, когда рядом существует напряжение какое-либо, электромагнитное, там молния ударила или что-то еще, то в этом случае там может возникать разряд очень серьезно и бабахать куда-то. А если там еще поставить оборудование, которое будет возмущать это внутренности, то тогда, ну, представишь, какой там будет генератор мощный. Если мы не находим этого оборудования, то это может говорить лишь о том, что такое оборудование, оно не разбрасывалось, и в том случае, если оно перестало быть нужным, вы могли с собой просто оттуда достать из этой дырочки небольшое оборудование и с собой убрать. Вот и все. Поэтому мы сейчас там ничего не находим. А вот внутреннее убранство, внутренняя отделка, она могла быть как раз вот соответственно для вот этого оборудования. Это как мысли в слух у меня. Я согласен со многими из вышеупомянутых мыслей в слух. Я намеренно привел упрощенный пример с летучей мышью, но я надеюсь, большинство поняло, почему я не стал уходить в технологические секреты. Все-таки речь шла об оружии. Сами понимаете, эта информация не всегда требует общей доступности. Это во-первых. А во-вторых, по поводу надежности. Я тоже сын своего века и тоже вот мне казалось, что самое надежное это ну вот это кнопки, условно говоря. А вот каменные вещи это ну вызывают у меня ухмылку. Вызывали, я говорю, в прошедшем времени. Но все-таки два слова, как бывший пограничник и человек-воин, который стоял на границе, как раз возле примерно такой же оборонительной линии на государственной границе Советского Союза. Я свое замечание, свое наблюдение все-таки в конце не могу не упомянуть. конечно мы стояли на границе и потенциально пограничники потенциально это первые, кто должен встретить противника. конечно мы там рядом с окопами, рядом с дотами, тем же самыми линией обороны. Вот представьте себе, что линия обороны делается в каком-то году, а когда она будет использована, может быть завтра, не дай бог, а может быть через 50 лет, этого никто не знает, когда строится линия обороны. И чаще всего бывает, что построят доты нормальными, ну в смысле сдадут все как положено, без каких-либо нареканий, но когда приходит война, то есть когда приходит необходимость эти доты использовать, они оказывают, ну мягко выражаясь, не работают, то одно заржавело, то другое, то вентили подачи воздуха не работают, то заслонки уже там заржавели, и моторы уже давно прогорели, проводку съели мыши, и так далее, и тому подобное. Так вот, в окончании наблюдения реального человека, который был на реальной линии обороны, я сделал для себя четкий и недвусмысленный вывод, самое надежное в этих линиях обороны, это то, что сделано из камня и бетона, все остальное со временем выходит из строя, поэтому, когда вам кому-то из радиослушателей, если покажется, что что-то сделано из камня, это вот каменный век, условно говоря, это что-то очень примитивное, я вас немножко успокою, если кто-то задастся с целью сделать надежное и на века, то делайте из камня, это самый лучший материал, самый надежный и самый долговечный, все, что сделано не из камня, менее долговечное, пока что других исключений я не знаю, ну, либо это, наверное, исключения и есть, но это очень дорогостоящие материалы, там, типа вольфрама, не будем как бы всерьез говорить о вольфрамовых дотах, каменные доты это то, что нужно, это то, что сработает через века. Да, вот хочу сказать, что я не отрицаю существование пробок, тем более, что они существуют, физических видно, я говорил про то, что использовать именно как затыкание в момент работы этого оружия, оно же будет все-таки излучать в момент, когда ты его затыкаешь, а это не очень будет хорошо тем, кто подходит к нему, а вот как за пробочка, которая вкручена или вставлена на тот момент, когда оружие не используется для того, чтобы туда не попала влага, зверек не залез, мышка не перегрызла что-то, или кто-то еще туда не забрался, вот это, мне кажется, более правильная, с моей точки зрения, более подходящая версия, которая говорит, есть консервация, когда мирное время, а в случае войны подошли, два мужичка выдернули, отошли в сторонку на безопасное расстояние, кнопочку, опять же, грубо говоря, нажали, или мысли на усилие сделали, и по врагу Катюши ударили, вот такой вариант я полностью поддерживаю, то, что приостанавливать работу генератора, затыкая, это и небезопасно, и не очень удобно, пробка может тяжелая, может вывалиться, но, представляешь, под облучение попадает два человека, а вот консервация очень хороший вариант, ты правильно сказал, что камень, это очень надежно, тем более, учитывая технологии, это очень здорово. Скорее всего, я думаю, что были временные легкие пробки, типа на какой-то доске деревянная пробка, легкая, удобная, и один человек в состоянии сбоку, причем безопасно, заткнуть, но, сами понимаете, деревянная не могла сохраниться. Ну да, Вадим, а еще вариант, что туда не пробка вставлялась, а просто-напросто в эту дырку вставлялся и сам генератор, как направленная пушка, то есть, пробочку каменную откинули в сторону, генератор вставили, там внутри происходит процесс накопления энергии, а через этот генератор происходит направленное там усиление и выстрел, к примеру. То есть, тоже ведь этот вопрос можно не исключать. Как в лазерах, да, происходит, есть камера накопления, а есть то, где сам лазер передается. Вот в такой же вариант. Не будет накопления, не будет мощи, не будет направляющего, направляющего, не будет пучка сформировано. Так что, вот, может быть, такой вариант рассмотреть. Ну, как один же вариант. Близко, горячо, как говорят. Хорошо, давай, чтобы не обжидеться, дальше пойдем. Вячеслав, вопрос Вадима. Я помню, в космопоиске девочки наносили дольмены на карту мира. Известно, что дольмены есть не только на ВКК, из каких-то странах мира есть. Все, это уже ответили, не будем дальше. Анубис, слушая лектора, приходишь в изумление, откуда он узнает все военные тайны наших предков? Давайте оставим без комментариев. Так, понятно. Да и ты, да ты ведьмак, ты ясновидящий. Давай дальше. Тоже не комментируем. Да, Даниил Бессонов. Вадим Александрович, как вы думаете, каким образом строили дольмены? Ведь такие сооружения весь нам много весят. Заранее спасибо за ответ. Уже ответили, пропускаем. Так, про Анубиса поговорили. Повтор. Так, тоже есть. Повтор, пропускаем. Дальше, вот, Вячеслав, вопрос Вадиму. Ему известны пещерные города Крыма, такие как Эски, Кермен и прочие. Также загадочный храм и так далее, да, ну и так далее, перечисляется. Что, ну, видимо, может, дольмены, это примитивные младшие братья этих более сложных сооружений, а я себя добавлю, а может быть, это в комплексах, входящие с ними? Ну, конечно, мы же понимаем, что дольмены имеют разную направленность. Ну, так же, как, можно такой термин привести, человеческие постройки, или постройки, сделанные человеком. Есть же такой термин, но он в себя включает, на самом деле, постройки очень-очень разных назначений. Вот то же самое, можно сказать, и о мегалитических постройках. Они тоже могут быть разными. Мы сейчас говорили только об одном классе, о других классах, о пирамидах, о подземной шахте. Мы только там вскользь касались. Это если говорить про танки, о которых мы уже говорили. Вот сегодня мы рассматриваем только башню танка. А вот о ходовой части, о бронировании, о двигателе, о том, каким топливом звать и как управлять, это мы будем говорить в следующих передачах. Давай дальше. Вячеслав задает вопрос. Вопрос Вадима. Были ли дольмены в Атлантиде на дне моря у поселка Бета на Кавказе у горы Арарат был найден сооружение на дне моря на глубине 20 метров похожее на дольмен, но название видимо как Ноев Ковчег, названное видимо как Ноев Ковчег. Так может это все-таки затонувший дольмен, а в других частях мира на дне океана были найдены на дне дольмены древней Атлантиды? Такой интересный вопрос. Да, я рассматриваю эту версию и именно поэтому погружение в этот район еще не закончились. То, о чем говорит Вячеслав это открытие наше 2007 года, а после этого мы совершали туда погружение еще дважды. В этом году тоже собирались, но к сожалению по техническим причинам перенесли на следующий год. Так что эта история не закончена и я мало того, что допускаю, что на дне Черного моря могут быть дольмены, я это даже ожидаю. Только с одной оговоркой сразу говорю, про Атлантиды врать не буду, потому что это должно быть видимо в очень-очень древние времена, а во времена порядка несколько тысяч лет вполне вписывается момент истории, когда дно Черного моря, точнее когда Черного моря было уровнем на 180 метров ниже. Соответственно на многие-многие километры, даже местами на десятки, на сотни километров была суша. И соответственно на этой суши были и города, и были и дольмены, и оборонительная линия тоже естественно шла дальше к морю. То есть весь вопрос что было раньше, поднялся уровень воды или построили дольмены. Вот время когда поднялся уровень моря более-менее мы в последние годы узнали. Это 8500 лет назад. А время когда построили дольмены мы знаем с меньшей точностью. Я говорил порядка 4-5 тысяч лет назад. Но есть версии и до 12 тысяч. Но вроде бы это не очень как бы сказать это не принципиально и то и другое много. В любом случае много. Но вот в случае с Черным морем это принципиально. Если дольмены старше чем 8500 это значит что на дне Черного моря должны быть дольмены. А если они младше то это означает что дольменов там быть не может. Ну и так далее. То есть в любом случае доказать понимаете вот уже из этого следует что дольмены надо искать с утроенной силой на дне Черного моря. потому что от обнаружения хотя бы одного дольмена на дне сразу будет уточнена датировка дольменная. Но пока подчеркиваю об этом мы говорим только в таком весьма вольном предположении. Пока дольменов не найдено и из этого пока как вы понимаете ничего не следует. Хорошо. Вячеслав следующий вопрос задает. Приглашал ли экстрасенсов и шаманов на изучение дольменов и в Африке будешь ли приглашать колдунов для изучения мегалитов и дольменов? Я всех приглашаю я не говорю колдуны и маги приезжайте к нам я говорю кто хочет принять участие в исследованиях пожалуйста в нашей экспедиции вход так сказать правила наши известны милости просим но это не значит что я говорю маги колдуны пожалуйста только вас мы ждем всех мы ждем всех здравомыслящих людей интересующихся пожалуйста ударение на здравомыслящий маг мне нравится ты знаешь встречаются такие люди так что ничего удивительного здесь нет и я рад был с такими людьми общаться в свое время из иронии говорю именно таких я и жду хорошо дальше Вячеслав вопрос какие приборы использовали для изучения дольменов звуковые генераторы 11 герц или тепловизоры использовали ли дублированный кварцевый резонатор для изменения хроноаномалий наблюдали ли хроноаномалии в дольменах и рядом с ними появлялись ли шонги плазмоиды на фотографиях рядом с дольменами и внутри них буквально весь список который приведен в то или иное время мы использовали жаль что не одновременно но вот сегодня например посмотрите зайдите в контакты у меня в альбоме сегодня я выложил впервые до этого не публиковал фотографии в тепловизоре дольменов то есть дольмены вид дольменов в ИК диапазоне очень интересно так что настоять на совету я вас уверяю большинство из вас это увидите впервые но сами понимаете к сожалению по радио показать не можем поэтому заходите в контакты на страничку да достаточно просто набрать мне кажется в контакте Вадим Чернобров и сразу попадете на страницу все будет там понятно так а вообще как часто такой распространенный вопрос почему-то странно здесь у нас чате не прозвучал но я неоднократно слышал до этого как часто в районе дольменов появляются какие-либо вот НЛО не просто какие-то плазмоидики маленькие а такие серьезные объекты я слышу это как очень часто распространенное мнение то есть не просто мнение а просто как аксиому то есть чаще всего мне не задают вопрос а появляется а говорят а ну-ка расскажи а мне просят объяснить почему так вот поэтому я осторожно скажу такой достоверной информации убедительной информации что одно явление связано с другим явлением я не имею архивы весь массив данных по НЛО в общем в пользу этого не говорит и то что люди рассказывают что очень часто видят возле дольменов там разнообразные эффекты я не то что там как Фома неверующая нет просто я здраво оцениваю количество людей которые возле дольменов фотографируют то есть по плотности наблюдения дольмены конечно зашкаливают точно так же как зашкаливают пляжи и другие места отдыхов для отдыха наших отдыхающих людей понимаете то есть процент появления НЛО или шонгов или каких-то там эффектов на пляжах то есть местах скопления отдыхающих и процент появления этих эффектов вблизи дольменов примерно одинаков поэтому к сожалению у меня здесь нет как бы убедительного такого довода в пользу того что а там инопланетян притягивают эти дольмены или наоборот они или даже они там живут или или инопланетяне их строили ну и так далее то есть вот таких далеко идущих выводов я бы не стал делать поэтому давайте-то как бы сказать относиться спокойно к этому в конце концов есть действительно места которые в которых зашкаливает процент появления НЛО и такие места известны поэтому не надо думать что вот нам нравится к дольменов ездить и мы и это значит там инопланетянам тоже это будет нравиться и мы там с ними будем встречаться это конечно было бы здорово но как бы сказать но это будет неправдой поэтому не будем друг друга обманывать хочу немножко развить обстановку по поводу плазмоидов вот этих всех фотоаппаратных интересных моментов когда потом говорят смотри что тут оказывается круг нас живет а мы даже не видим существует а мы даже не подозреваем вот всякие такие светящиеся шарики о которых часто многие рассказывают вот один раз мы сидели у моего знакомого он строил себе дом и говорит ты знаешь в моем доме столько всяких вот этих сущностей плазмоидов посмотри фотографии ну смотрим на самом деле там такие шарики прям много-много-много большое количество перемещаются и он фотографировал фотографировался цифровый фотоаппарат сразу получаешь изображение все видно я говорю ну хорошо а мы сидели у него в офисе я говорю а в твоем офисе есть он говорит не пробовал ну сделай снимок он сделал снимок нет ничего я говорю хочешь я сейчас сделаю так что у тебя будут эти вот плазмоиды ты увидишь светящиеся духов там или как ты их называешь он говорит да ладно не сможешь я говорю сейчас смогу я вышел в туалет взял там листочек туалетной бумаги мелко-мелко-мелко его разорвал в пыль небольшой кусочек мелко-мелко-мелко-мелко прямо так в пыль зашел держу в руке его захожу в кабинет говорю давай автоаппарат он дает автоаппарат я сдуваю с руки эту пыль и фотографирую и показываю ему ну с той же позиции откуда он фотографировал и показываю ему этот кадр на нем огромное количество этих светящихся шариков точек плазмонит причем они реально то что вот он видел у себя на стройке то что он видел у себя там то есть к чему я призываю не говорю что этого нет я призываю к тому что есть эффекты которые вызваны например вспышкой отражением от микрочастиц которые в объективе частицы не видны но светящиеся отражения светящиеся очень сильные оно видно вот а есть реальные вещи поэтому вот учитесь это отличать и тогда жизнь будет намного проще давай дальше Вячеслав последний вопрос Вадиму каково его отношение к информации от Анастасии которая писала Мегре в книге «Звенящая кедра России» и не придумывал ли Мегре это сам А Вадим знает Мегре лично вот три вопроса очень я не хотел на тему Мегре и Анастасии говорить ну не хочешь так и не будем давай нет напоследок я все таки скажу конечно вы заметили наверное очень очень много людей ассоциируют тему Дальменов и тему Анастасии и Мегре и для многих людей это одно и то же я боюсь разочаровать этих людей которые очень много читали книг об Анастасии которые конечно ну я думаю что для многих это не секрет это выдуманный персонаж который может быть конечно служит примером каким-то побуждающим хорошим действием но тем не менее это легенда никогда не существовавшая Мегре я знал еще в те времена когда он не написал еще даже не думал писать свою Анастасию и когда он еще не был Мегре у него была другая совсем фамилия не очень благозвучная поэтому я не буду ее вслух произносить значит мы с ним познакомились на предмет с космопоиском на предмет того что ему было интересно придумать идею по которой вот привлечь коммерсантов ездить по Енисею вот в те места где он покупал кедры ну мы не нашли с ним общего языка мне показалось ну его идеи мне не очень привлекали мои идеи не очень его привлекали но так или иначе человек он очень думающий с этим не поспоришь очень такой инициативный очень как бы брыжущий идеями вот и когда вот мы с ним спорили на тему он всячески доказывал что самое интересное место в России это там где самые большие загадки это там где там звенящие кедры находятся ну где-то там на Енисеи и вот от меня он впервые услышал слово дольмен я в качестве так сказать легкого возражения привел пример что помимо Енисей конечно великая русская река и кедры конечно замечательное дело но в России есть много других не менее удивительных мест и не менее удивительных загадок ну вот например дольмены и он переспросил я ему про это рассказал как бы сказать в этом я никоим образом сейчас не раскаиваюсь ну и может быть и хорошо но вот я так осторожно как бы может быть не с небольшой иронией а может быть с некоторой гордостью думаю а может быть именно я получается вот подсказал автору этой бессмертной книги а он вложил тему дольменов в уста своей героини Анастасии и вот Анастасия таким образом рассказала своим читателям о том что существуют дольмены ну а как иначе Анастасия могла узнать о дольменах если по фабуле его книг это девушка никогда из берлоги на берегу Енисея из Енисейской тайги она никогда никуда не выезжала ну а дольменах только так сказать узнавала в информационном пространстве ну своими какими-то экстрасенсорными данными ну вот получается что узнала она в какой-то степени от меня так что надеюсь что я не сильно испортил легенду но как бы сказать легенда где каким-то образом я вот присутствовал при рождении этой легенды но подчеркиваю все-таки я хотел разговаривать не о развенчивании легенд а легенд много анастасийская легенда о дольменах лишь одна из них и она сама свежая наверное может быть самоизвестная и ее положительное воздействие эта легенда состояла в том что миллионы российских людей узнали о дольменах то есть я догадываюсь что мои книги такого эффекта вот которые привели к тому что там тысячи или сотни тысяч паломников устремились к дольменам мои книги бы к такому эффекту наверное не привели но вот творчество Мегре человека который пишет под псевдонимом Мегре вот такой вот писательский успех имела и я здесь как бы сказать это говорю без стараюсь максимально как бы уважительно говорить я говорю о нем как о писателе а я с вашего позволения критиковать эту тему как ученый не буду потому что подчеркиваю это писательский персонаж литературный персонаж и пусть он как литературный персонаж так сказать достоин уважения со стороны литератороведов наверное так а со стороны исследователей дольменов что называется мы будем рассматривать творчество Марковина творчество других писателей исследователей у нас есть так сказать на чем остановиться и чьи труды и чьи заслуги там ценить уважать и спорить с теми или иными научными работами ну к этому собственно я и призываю вот какой же ты все таки человек тебе прям можно поставить на одну линию с известным персонажем Тарасом Бульвой который своему сыну говорил я тебя породил я тебя убью с одной стороны ты явился вольно-невольно с автором Мегре с то что он рассказал о дольменах и в общем-то как ты ему там подсказал много чего а с другой стороны ты сейчас развенчиваешь этот же миф-не миф как это правильно назвать с твоей точки зрения то есть получается с одной рукой ты порождаешь другой рукой разрушаешь нехорошо нехорошо так нельзя в мою оправдание будет то что в одном из недавних интервью Мегре человека который пишет под псевдонимом Мегре я с удивлением увидел услышал от него что он сам честно так сказать пусть косвенно но он честно признался примерно в том что я сейчас перечислил что Анастасия это все таки это не обман не надо думать что я сейчас говорю всем это обман это такой же обман как и любой другой литературный персонаж но никто же не спорит что тот же Тарас Бульба что это литературный Тарас Бульба это обман он написан на основе чего-то относитесь к нему как к литературному персонажу и собственно и никакого развенчивания в этом смысле не будет ну то что я каким-то боком причастен но это конечно громко сказано я к такой славе как бы сказать не готов поэтому пусть эта слава целиком достанется писателю Мегре вот но все таки мы говорили о дольменах и я вынужден признать что Анастасия как источник информации о дольменах мною не рассматривается просто потому что я и есть источник первоисточник информации по крайней мере о дольменах о многих других вещах я допускаю что конечно Мегре узнал не от меня он достаточно умный плодовитый писатель много наверное читающий много как бы подчерпывающий на стороне но вот тема дольмена все таки все таки как бы сказать здесь я вынужден расставлять точки нады если кто-то мне будет говорить как бы спорить со мной а вот я в Анастасии читал что она про дольмены говорила вот то-то то-то и то-то а вы мол противоречите этому то я вынужден конечно сказать ребята ну как бы если вам нравится Анастасия пожалуйста как бы сказать я я не спорю с нею как литературным персонажем но как с источником информации о дольменах я с ней тоже не спорю я ее не воспринимаю в этом качестве вот поэтому пожалуйста как бы мухи отдельно котлеты отдельно да мы здесь не разбираем положительные отрицательные качества как самого Мегре так и Анастасии так и целиком всего движения в этом движении очень много чего есть хорошего есть конечно какие-то вопросы может быть но мы сегодня говорим о дольменах в данном случае получается что первоисточником все-таки по отношению к Анастасии вот Вадим являлся с точки зрения дольменов о которых мы сегодня и говорили ну что ж сегодня мы как-то так ударно четвертый час уже тут у нас идет как-то так даже музыкальной паузы не ставил да так что я уже музыкальной паузы не ставил давайте наверное с вопросами мы уже закончим и переходим наверное уже к заключению сегодняшней нашей беседы единственное что я прочитаю от Степана сообщение когда вот здесь много чего говорилось раньше еще до Анастасии он написал не судите о предках своих знаний не ведая не глагульте вполне четкое такое резюме так что вы разберитесь сначала да разберитесь сначала а потом уже пытайтесь что-то так говорить ну что ж давай подводить итог сегодняшней нашей встречи в заключении тебе представляю микрофон можешь сказать что-то доброе светлое или что-то еще такое интересное заковыристое только ненадолго ну на доброе светлое да еще ненадолго конечно что хочется сказать мы сегодня говорили на самом деле не просто о наследии каком-то наследии предков мы не просто говорили о древних технологиях которые до нас дошли пусть в таком очень труднопонимаемом для нас виде мы говорили одновременно о технологиях которые позволили ну наверное на каком-то этапе конечно может быть не вечно вечного мира вечных технологий не существует есть долгоживущие технологии и вот сегодня мы затронули тему как с помощью каких-то неких технологий обеспечить мир на границах достаточно большой державы ну я думаю что держава которая могла себе позволить подобную линию была достаточно большой ну с измеримой по крайней мере вот с той страной в которой мы сейчас живем поэтому как как некий так сказать как некое послание как некие советы из прошлого я бы призвал наш сегодняшний разговор рассматривать поскольку пусть конечно каждый из этой темы возьмет для себя то что понял лично он то к чему лично он был готов но в целом если у каждого из наших радиослушателей зернышко упала на благодатную почву и дало какие-то всходы то есть поводы для размышлений для дальнейших выводов для каких-то далеко идущих изобретений открытий пусть даже так сказать рожденных не в первый раз на нашей земле если какие-то последствия положительные последствия от нашего разговора остались я буду очень рад в любом случае я убежден что знание есть сила и в данном случае тема нашего сегодняшнего разговора блестяще это подтверждает знание технологий технологии бескровного бескровной защиты своих границ что может быть лучше для мира ну по крайней мере в рамках большой страны мир без войны в общем это то о чем мы сейчас только мечтаем может быть когда-то в прошлом и был момент когда это было ну по крайней мере на протяжении какого-то периода истории и было достигнуто может быть может быть то что это было достигнуто не вечно мы опять скатились к войнам это и будет в какой-то степени для нас уроком но одним словом повод подумать что мы можем сделать для мира а что делать не стоит у нас я думаю дополнительный повод к размышлениям сегодня появился так что мира всем и каждому и мир вашему дому ну и спокойной ночи учитывая что время сейчас позднее хорошо от себя скажу что изучая какие-то древние писания и не столь древние и не только наших друзей но и наших врагов я пришел к выводу что некогда существовала та самая держава о которой Вадим сейчас скользко так сказал которая имела четкие свои границы четкие свои заставы пограничников которые тогда назывались по-другому были отряды поселения на границе которые защищали нашу державу от каких-то поползновений в том числе и не только саблями и мечами как это сейчас принято говорить но и тем оружием которое в былинах и преданиях сохранилось направо махнет улочка налево махнет переулочек палец и грубо говоря а внутри были города без стен о чем тоже упоминают многие историки то есть люди жили беззаботно внутри потому что знали что наша задача созидать наша задача создавать наша задача укреплять свою державу а есть отряды есть армия которые охраняют нас и в случае чего вот способны дать отпор и содержать свою страну под защитой поэтому если вы будете относиться к нашей древности более здравомысленно то поймете что вот прототип маленькой частицы от той древности которая сейчас называется Русь или Российская Федерация это все лишь маленькая частица от того что было раньше так вот она сейчас является прототипом может быть не самым лучшим но того что было когда-то то есть со своими границами со своими какими-то там производством и чем-то еще вот то же самое было тогда только на более обширных территориях и если наши пращуры содержали такие богатые большие территории и это говорит о том что первое была державность были технологии очень высокие была система управления самоуправления была система связи а это говорит что мы никогда в шкурах не бегали и тыкать нам как каким-то обезьяном слезшим с дерева или вылазшим каким-то непонятным чумазным существам из землянок не гоже особенно тем которые недавно сами болели многими болезнями и еле-еле сами с нашей помощью выкрапывались из этого так что думайте о своем прошлом думайте о том кем были наши пращуры и будьте достойны наших пращуров великих а не тех которых нам рисуют на семья с вами хочу попрощаться но перед этим напомню что сегодня был девятый месяц божественного начала 7524 лета шестица уже наступил по центральному нашему московскому времени первое октября с чем я вас поздравляю начался наш эфир 30 сентября с чем я вас тоже поздравляю в среду и говорили мы о секретном назначении древних дольменов и главный соведущий очень интересный собеседник рассказчик Вадим Чернобров был сегодня в нашем эфире всем низкий поклон за активное участие в чате Вадиму тоже низкий поклон за то что так вот потратил столько времени и энергии для того чтобы нам донести очень ценную информацию Василию Васильевичу отдельная благодарность за то что бросал очень много сообщений из чата по делу и в общем-то обошлось сегодня без драки без криков без руганий все более-менее спокойно и хорошо тем и благодарен всем вам Желаю добра Отсюда делаю вывод если обошлось все мирно значит эффект дольменов таки работает Желаю всем добра до новых встреч услышимся Народное славянское радио для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok